У него могла быть веревочка, знаете, такая тоненькая, как Кетгут. Он мог ее привязать к очкам, а таким образом крутить их. А вам не кажется, что он мог что-то бросить в зеркало? Просто мы этого не заметили? Исключено. А землетрясение могло быть совпадением. Ему только казалось, что много знает. Он просто подучил испанский, вот и все. Это не значит, что он много знал. Ну, получше стал играть в шахматы, а нас заставил думать, что он изменился. На самом же деле, он нисколько не изменился, правда, док? Он ведь не стал умнее, правда? Доктор. Бэйнс. Как поживает твоя девушка? Мы разошлись. Правда? Это плохо. А вот Джордж сейчас со своей любимой. И она от него не отходит. А знаешь почему? Потому что он покупал ее стулья. По-моему, очень умный ход. А ты когда-нибудь покупал у своей Лизы стулья? Господи, док сегодня набрался. У каждой женщины есть свои стулья. Что-то, во что она себя вкладывает, Бэйнс. Ты никогда не пытался понять, что у твоей Лизы за стулья, и купить их? Нет. Но в одном ты прав. Джордж никогда не менялся. Никогда. Никогда. Док сегодня несет какую-то чушь. Да. Может, он заразился от Джорджа. Черт возьми, док. Зачем вам понадобилось его принижать? Чего вы так боитесь? Что вам терять? Он ничего не продавал. Ему ничего ни от кого не нужно. Он ничего ни от кого не хотел. Ничего. 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 А вы тут стоите и принижаете его, чтобы вам лучше сегодня спалось? А если вы докажете, что Земля плоская, вы от этого лучше будете спать? Я прав. К черту вас всех. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.